Всем привет дорогие друзья, с вами я Фай, коллектор кэш 2024, третий акт и сочетание сетов. В предисловии попрошу только набрать 1000 лайков, чтобы увидеть сочетание со вторым кэшем, когда он выйдет. Ну и пишите в комментариях какие миксы вы подобрали или какие вам понравились из представленных. Первый сет на темпларку. Со всеми имморталками на удивление хороший микс. Правда от нового сета только слот брони, но он отлично подходит под плечи и по цветам и по стилю. Без имморталок основным слотом станут плечи, под которые просто идеально будут смотреться плечи Фейтласс Дестани Армор, а голова из китайского нового года. Если ее нету, то имморталка самый оптимальный вариант. Либо же еще можно взять голову и броню из Риттел оф зе лоял фолд, но не думаю что от этого стоит. С личностью на фантомку ничего не придумать, ибо это первый сет на нее. Единственное порекомендовал бы гонять со стандартной головой, мне кажется так смотрится получше. Мипа с имморталками смотрится вполне, так как и руки и меч светятся. Мой личный микс это две имморталки, хвост руки и меч с нового сета, а плечи с коллектор кэша 2018 года, они добавляют милый фонарик. Кстати довольно забавно и комично смотрится новый сет, плюс куриная голова и хвост оттуда же. Куриный хвост в целом подходит под новый сет за счет красных элементов в нем. Сверху можно докинуть голову и скиндрит оф зе керсет, если вам не нравится голова с этого сета. Далее нага с имморталками. В меню не очень из-за тела, но в игре его почти не видно, так что пойдет. Без имморталок на слот головы можно взять джавалс оф зе пертисан гвард, а на броню дресс оф зе алюр. Но опять же, это если вам прям не имелось что-то замиксовать, ибо сет довольно таки цельный, и оптимальный всего либо имморталки, либо фулл сет. Для своего микса я как раз взял две имморталки, вышеупомянутое тело и щит из нового комплекта, и меч голден монарх. Гримстрок с имморталками тоже смотрится приемлемо, по крайней мере голова, а вот кисточка слегка руинит. Без имморталок мне очень понравился миг с сетом из коллектора кэша 2020 года, но именно пояс и броня оттуда. Чуть похуже, но тоже имеет место быть, это броня и пояс и оружие из комплекта херальд оф зе эмбер ай. Ник с имморталками, плохо, оставляя только иммортал руки, нормально, с золотыми и кримсон руками по моему мнению хуже чем с обычными. В принципе голова с телом является основой сета, и единственное что будет приемлемо смотреться, это слот разный и с катакомб в третьем стиле, но тут багается моделька. Все, на этот же слот можно воткнуть догон, моделька тоже багается, но это хоть что-то. Как вариант можно еще тыкнуть руки из набора команды Альянс 2014 года, вроде бы тоже уместно. Марси, имморталок на нее нету. По миксам, оставляем броню и спину из нового набора, голову берем Блумджевл Бравлер, а плечи Блю Харизон. Альтернативный вариант, оставить броню и плечи из нового, а спину и голову из того сета, откуда брали голову для прошлого микса. Ну и очень странный микс, прямиком из лола, это голова и броня из комплекта Брайтферст и ранее упомянутые плечи, а спину из нового комплекта. Снэп Файр. С имморталкой явно хуже, чем с оригинальной кабиной. Основа этого сета, конечно, маунт с броней, так что миксовать остается только саму бабку. Тело оставляем с нового сета, а голову из комплекта Вайпер Снайпер и на оружие Снэйл Файр. Тоже, конечно, не идеал, но хоть какая-то идея типа космического бандита. Балнар с имморталкой на слот рук смотрится супер. Также отличным вариантом станут руки из прошлых коллектор кэши, и подобие этих пары рук подойдет голова от Дартнесс Уэллит Хэт. Только вот ее можно было получить, опять же, только во время Дэрит Айта 2021 года и прошлой лавки конфет, поэтому, думаю, есть она не у всех. Ну а для своего идеального сета на Балнара, который состоял из спины и ног с прошлого коллектор кэша, головы Ориджин оф Зе Дарк и иммортал рук, наконец-то, нашелся подходящий хвост, прямиком из нового комплекта. Далее в сокровищницу идет Муэрта, но ее мы, очевидно, пропускаем, потому что это был первый выпущенный на нее набор. Квапай, сет, который, очевидно, делался под арканом, поэтому берем Мортал Оружие и плечи, арканом и новую голову. Смотрится на 9 из 10. С имморталками без арканы тоже сносно, причем даже очень, также 9 из 10. Переходим к миксам. Основной, очевидно, станет голова, и неплохой микс это крылья и плечи из сета с первого акта, а все остальное из нового, включая ноги. И альтернативный микс, и снова берем все, что было до этого, на слот крыльев Obsidian Nightmare и плечи Twilight Shade. Сет на тени. Очевидно, на тени миксы делать невозможно, но вот оружие, более подходящее по форме героя, это Ancient Interritten. По итогу получаем каменную черепашку со скелетом в руках. Ну и последний из обычных, это личность на антимага. На героя всего 3 комплекта и 4 слота, поэтому один из миксов, это взять голову из прошлого коллектора кэша. Хотим жестко повыделываться количеством сетов, ставим сверху тело из третьего акта. В альтернативный же микс, можно взять тело из коллектора кэша прошлого, а все остальное с нового. Тоже будет смотреться более чем. Луна с имморталками. В стандартной версии хорошо, с золотыми чуть лучше, но тут скорее дело вкуса. Без имморталок миксовать буквально нечего, ибо меняя плечи, вы полностью теряете модельку героя, а голова подходит только под модельку от этого сета. Ну а черных маунтов, подходящих под черную модельку, в игре попросту нету. К слову, этот сундук в целом выдался невероятно скудным по миксам, ибо это либо герои с маленьким количеством сетов, либо с маленьким количеством слотов, а зачастую и то и то. Очень редкий набор на джаггера. Конечно, главная фишка это сочетание с арканой, но к сожалению все имморталки тут будут неуместны. Из вариантов, под основной стиль это меч с катакомб и руки оттуда же. На голову джейдед хонор маска, а спину и ноги из нового сета. Как мне кажется, голова идеально подходит под тело. В остальном, под цветовой гамме и качеству больше ничего не подобрать. Единственное, еще можно воткнуть красный меч из имморталкомплекта, но опять же тут кому как. Под первый же стиль арканы, очень красивый микс будет со спиной и руками из нефритового сета. А меч можно либо так же красный, ну или мне понравилась палка Relic Blade of the Cure. Ну и еще один суперский микс под первый стиль, это тело из катакомб по втором стиле. Голова и меч из нового, ноги из коллектора кэша 20 года, ну и ранее упомянутые руки. Да, все эти варианты не особо бюджетные, но из других ничего не собрать. С пуджом чуть сложнее, ибо сет цельный, если что иммиксовать, то это более удачное оружие. В отличии от джаггера и марталки тут станут отличным, во всех двух стилях. Переходя к миксам, будем менять левую часть героя. Берем руку из комплекта Butcher Wake, на доп оружия, либо бензопилу, либо The Trail Bash. Под второй стиль вариантов чуть больше. На пояс и левую руку можно взять элементы из египетского сета, а доп оружия по возможности Fun of the Royal Butcher. Итог получается невероятно сочным. Ну и просто сверху забавной деталью можно взять пояс Belt of the Iron Hawk, тогда из-за визуального бага у глаза появятся зубки. По коллектор кэшу все, но у нас еще есть три сета из третьего акта, давайте на них посмотрим. Спектра. Основой конечно же будет голова и плечи, но для начала микс с арканой и имморталками. При полном комплекте очевидно сам сет теряется, хотя юбочка смотрится все равно уместно. Только с арканой смотрится тоже хорошо, игнорируя премиальные предметы, идеальный пояс это Shadow Weaver и оружие Spills of the Shadow Veil или Edge of the Flowering Shade. Как мне кажется, спектра в таком миксе смотрится намного лучше, чем в целом новом сете. Виверна. Но тут сет сам по себе плох, и на героя всего два слота. Единственные два варианта это брать новое тело и ставить голову либо Diadem of the Elder Meath или Crowan of the Arctic Reclues. Но по факту мы просто меняем лицо у дракона. Последний сетик на White Spirit. Иммортальное оружие отлично встает в оба стиля, только вот во втором стиле пояс безумно руинит, поэтому либо оставляем стандартный или иммортальный с годовщины. Аналогично под первый стиль можно взять и стандартного иммортал набора пояс. Но самое идеальное это оставлять только броню из нового комплекта, а все остальное из иммортальных. Ну и бонусом опять же можно взять пояс из прошлого коллектора кэша, но тут снова дело вкуса, мне лично не особо понравилось. Вот такие миксы сегодня получились, если вы досмотрели до конца, то пожалуйста напишите в комментариях какой микс вам больше всего понравился, или может быть какое сочетание я упустил. Не забывайте про лайки, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.